Субтитры делал DimaTorzok И днем, но и ночью. Что ночь музеев нам готовит, и в том числе накануне Международного дня музеев, очень многие организации, очень многие люди, очень многие удивительные места приготовили для вас восхитительные мероприятия, о которых мы сегодня поговорим. Телефон прямого эфира 202-11-22. Сегодня у нас такой розыгрыш очень интересный. Будут и билеты в кино разыгрываться, ну и будут даже разыгрываться сегодня билеты на концерты. Очень таких необычных групп, в частности, в ближайшее время будем разыгрывать билет на концерт группы «Стигмата». Если есть поклонники, желающие сходить, этот коллектив уже снискал славу хорошие металлкор-группы. Если среди вас есть поклонники, давайте, будет совсем скоро задан вопрос, как раз-таки посвященный творчеству этой группы. Ну а что «Ночь музеев» нам готовит? Ну вот по каким-то предварительным данным уже в этом году, как и, собственно, уже в прошлые годы, акции принимает всероссийский, международный масштаб в том числе. Более двух с половиной тысяч муниципальных, городских, областных музеев будут принимать участие в этой акции. И в эту ночь что-то удивительное приготовили и наши самарские музеи. В частности, конечно, две темы будут какие-то интересные раскрыты. Это, естественно, юбилей Победы, 70-летие Победы, год литературы. И какие-то музеи, может быть, будут посвящать свои выставки, свои перформансы 175-летию со дня рождения Чуйковского. Что наши самарские удивительные музеи готовят, сейчас будем выяснять. Давайте приветствовать наших гостей. В первой части нашего эфира заведующий музеем «Модерна» Михаил Савченко. Здравствуйте, Михаил. И заведующий отделом маркетинга музея имени Алабина Эльвира Литунова. Здравствуйте. Ну, я знаю, что у музея Алабина будет удивительное что-то, как раз-таки посвященное Победе, 70-летию. Да, Юль, ты права. В этом году в честь 70-летия Победы и Великой Отечественной войне музей подготовил для наших гостей музейную акцию «Ночь в музее», который будет называться «Один день жизни запасной столицы», которая поможет перенестись участникам этой акции на 70 с лишним лет назад и почувствовать на себе все, скажем так, тяготы и лишения военной жизни. Ну, хотя бы вкратце. Вот придет человек к вам, кстати, во сколько и куда? 16 мая в музее имени Алабина, Ленинская, 142, мы ждем к 8 часам вечера, к 20.00. Наших гостей работать в музее будет до 23 часов, можно будет прийти в любом промежутке этого времени. И по мере формирования групп по 20-25 человек мы будем приглашать в здание музея, где наши посетители будут разделены сразу же на две группы. Почему так будет происходить? Потому что основная идея этой ночи в музее – это тема разлуки, расставания. Это очень глубокое переживание, которое люди испытывали в годы Великой Отечественной войны. То есть пришли вместе и поделят. Да. Ух ты, и так. Сразу же вы ощутите на себе вот эту тяжесть разлуки. Нужно будет пройти ряд испытаний, как мужчинам. Ну, квест, в общем, какой-то. Скажем так, да, вот этим модным словом. Нужно будет пройти квест. Просто девушки пройдут свои задания, мужчины пройдут свои задания. И в годы Великой Отечественной войны не все расставания, к сожалению, завершались счастливыми встречами. Но у нас каждая разлука потом будет венчаться счастливым концом, счастливым финалом. Все наши влюбленные будут потом встречаться. На Белорусском вокзале, где у вас там все продумано будет. То есть какие-то там наверняка еще экспонаты вы тоже приготовили, да, для зрителей, для посетителей. Да, будут созданы специальные арт-объекты, среди которых будут проходить испытания. Одним из таких объектов, которые сейчас уже работают в нашем музее, станет выставка «Реликвия воинской славы», которая с 7 мая начала свою работу и будет продолжать до 24-го числа. И одной из групп очень повезет. Они будут проходить свои как раз испытания в рамках этой выставки, которая очень интересно оформлена. Можно будет попасть в импровизированные блиндажи, увидеть противотанковые ежи. И, конечно же, людей будут окружать музейные подлинные предметы, что добавляет. Ну, а какое-то есть ограничение по возрасту, еще какие-то, может быть, требования, удобно одеться или как-то? Что посоветуешь именно тем, кто придет к вам? Во-первых, запастись хорошим настроением, бодростью духа. Прийти не обязательно с второй половинкой, с мужем, с женой. Можно прийти просто в компании друзей, потом просто разделиться, решить, кто из вас пойдет, так сказать, по фронтовой стезе, кто останется в тылу. Я думаю, возрастных ограничений нет, но совсем маленьким деткам будет, наверное, сложновато. Я думаю, вот с подросткового возраста начинаю, вполне можно. Фотографироваться можно у вас там будет? Фотографироваться обязательно. Нужно? Да. Можно и нужно. Вот тогда такой вопрос у меня, Михаил. У вас, я так понимаю, будет не военная тематика, но ваше милое сердце, тема модерна, которая уже который год у вас сквозит-сквозит и всех так притягивает, потому что у них всегда очереди. В музей Лабина я еще не дошла, к сожалению, в ночь музея, но вот музеи модерна всегда толпы, у них там и музыка, и люди сидят, что-то там кофе пьют, общаются, фотографируются. Что в этом году у вас будет? Что за тема такая интересная в поисках модерна? Мы третий раз делаем ночь музея, в предыдущие два раза мы в итоге, по мнению там различных интернет-порталов, делали лучшую ночь музея в городе. Поэтому я постараюсь как бы, то есть мы постараемся, чтобы в этом году мы эту марку также удержали. Мы назвали наше событие «Как найти модерн в Самаре» с таким подтекстом «Пять простых шагов», как бы, чтобы... Ну все, говорю, по модным темам. Пять шагов к модерну, квест на военную тему, так. Да, то есть там тоже, если предыдущие ночи музеев у нас посетитель был таким больше как наблюдателем, то здесь мы постарались его как-то больше включить, вовлечь. И тоже сделали определенные такие задания, но это не именно квесты, это больше такие игровые какие-то моменты, где человек пытается, даже незнакомый с тем модерна, пытается интуитивно отличить модерн от конструктивизма, понять, кто из этих людей, там, изображенных, является архитектором, а кто, например, Алабиным. То есть это искусственная публика, я так понимаю, все-таки. Не обязательно. Никто не требует от вас все угадывать, то есть это просто больше как бы, ну такая, больше как игра, да. Мы построили в конюшнях нашего музея, в конюшнях усадьбы большой такой лабиринт, назвали архитектурный лабиринт, достаточно сложный, идя по которому нужно выбирать направление, опять же, ориентируясь на свой художественный, вкус, да, и в итоге... А у всех он разный. У всех он разный, да, кто-то найдет один вариант, да, выхода, кто-то другой. Кто-то так и будет ходить в суббах. Кто-то, ну, я надеюсь, там такого не будет, у нас будут волонтеры, которые быстро эти проблемы решают. Выводить будут особо. И в итоге человек получает возможность, как такой бонус, посетить, собственно, сам особняк, где у нас, помимо экспозиции, будет работать еще выставка «Модерн эпохи Самара-Люди», это предметы из частных коллекций, и в подвале очень интересный видеопроект французского видеохудожника Лорана Перно. Это видеовыставка, там несколько таких достаточно зрелищных, очень романтичных работ. Это, как бы, что касается такой музейной, как бы, части программы. Внутри. Внутри, да. Помимо этого, конечно, у нас будет такая мощная аудиовизуальная поддержка. У нас будет, можно так назвать, прям целое шоу во дворе, которое будет состоять из мэппинга на здании, да, специальной проекции, видеоряда на большом таком пятиметровом экране и выступления там различных групп. То есть сначала начнется такой джазовый, акустический такой импровизация. Такие модные. По мере времени туда будут добавляться электронные инструменты, и потом постепенно это перейдет в концерт. В симфонический оркестр? Нет, наоборот, в такой в Индии, как бы, выступят две инди-группы, это «Волны» наши самарские ребята и «Авиньон Квинтет», да, то есть это такое, все это идет с поддержкой видео, как называется, виджейнг, да, когда под музыку делаются специальные образы, которые будут находиться и на особняке, и на экране. Плюс, конечно, будет работать кафе, можно будет, если там устали ходить по музеям, посидеть, выпить чашечку кофе, съесть пирожное. Тоже в стиле модерна? Да. В саду для тех, кто любит что-то поделать, будут мастер-классы, если кто-то с детьми пришел, тоже у нас нет никаких возрастных ограничений, ради бога, да, если, как бы, ребенок готов ходить. Вот мой с одного года ходит, поэтому, как бы, здесь мы открыты, приходите, также мероприятие, у нас начнется чуть раньше, где-то с 7 часов, но основное такое, оно наберет масштаб, где-то, наверное, тоже к 8, и до 11, но, может быть, чуть-чуть еще вот внутренняя часть там продлится, там, до полдвенадцатого, как уже там публика пойдет. Вход у нас будет платный, 150 рублей. Ну, это такие денежки, за которые, в принципе, не шоу сходить. Да, да, то есть это, также вот у нас там просто рядом и литературный музей, и художественный, поэтому, в принципе, пройтись по этим улицам, потом дойти до музея Алабина, мне кажется, очень хорошее. Главное, чтобы не подвела погода, это всегда основной, как бы, такой страх. Да, это точно. Друзья, как часто вы ходите в музеи, бывали ли вы хоть раз вот на такой акции «Ночь в музеях»? Звоните нам, поделитесь своими мнениями, впечатлениями, но я же вам обещала разыграть билет на концерт группы «Стигматы», это 16 мая, ночной клуб «Звезда». Назовите мне пятый студийный альбом группы «Стигматы», если вы знаете, что это за альбом, звоните, милости просим, нам сюда в эфир. Я вот думаю, что вы занимаетесь организацией этих вот самых ночей. Сами, я так понимаю, в эти ночи никуда не попадаете, или вы как-то кидаете жребий, кто пойдет, как это вот, Эля, ты была сама на каких-то ночах, вот так скажем? Да, была, и до того, как началась моя музейная, скажем так, сфера моей деятельности, иногда удается попасть, если вот программа в музей модерн заканчивается чуть позже, чем в основном здании музея. Бегом сюда. Да, бежим, бегом к нашим коллегам посмотреть, как у них там, что интересненького. Иногда получалось какие-то улучшать моменты и попадать, например, в тот же литературный музей, те, которые вот в обозримом пространстве рядом с нашим основным зданием музея. Ну, я хотела спросить, вот вы организуете это, да? Это вот по заявкам трудящихся, вы проводите какие-то опросы потом, что хотят люди? Как вы понимаете вот эту вот нужду, так скажем, тех, кто в музеи не ходит в течение года, но ночью придут? На самом деле, каждый раз, конечно, когда мы садимся вот придумывать концепцию ночи, мы пытаемся проанализировать, да, вспомнить, что было тогда, какие были ошибки. Вот у нас, допустим, многие говорили, да, что вот была очередь. Действительно сложно. Было, было, я помню. В этот раз у нас будет больше кассиров, будет, как бы мы постараемся эту проблему решить. То есть минусы какие-то, понятно, хорошо. Да, потом, допустим, было непонятно, там, когда можно зайти в особняк, когда нельзя. Вот за счет вот этого квеста, да, мы регулируем сейчас этот поток. То есть, с одной стороны, это такой игровой момент, с другой стороны, как бы мы пытаемся, как бы, снизить такое напряжение, потому что, действительно, людей много, и это хорошо. У нас там 1200 человек прошло за вот прошлое, как бы, мероприятие. Я надеюсь, что в этом будет не меньше, и таких вот каких-то сложных моментов будет, как бы, меньше. Ну и, конечно, по содержанию тоже мы смотрим. Мы какие-то вот части ночи музеев пытаемся в течение года, как бы, пробовать на каких-то других мероприятиях. Тестировать. Да, как пользуются этой популярностью, как люди реагируют. А потом вот это все собирается в такое большое, как бы, событие. Вот, потому что, конечно, большая часть людей, которые приходят, вот они, к сожалению, пока вот они ходят раз в год в музей, и вот именно на это мероприятие. И поэтому стараемся им показать, как бы, максимально то, что у нас было, есть и, может быть, будет. Так, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Валентина. Валентина, очень приятно. Как часто, Валентина, вы ходите в музеи? Ой, к своему стыду, не часто. Ой, как стыдно. Когда последний раз были? Последний раз в классе были, в школе, в Кривичском музее. Ох, вот это да. Ну, это надо брать, конечно, в обороты идти. Вы понимаете, если вы никогда не были, один раз сходите, теперь будете каждый год ходить. Это вот по опыту своему, я могу сказать. Обязательно сходите, берите семью, берите друзей. И можно разделиться, встретиться и поменяться потом музеями. Можно все вместе ходить. Тоже интересно, удивительно. Ну, давайте сейчас будем выяснять, правильный ли ответ вы нам дадите на вопрос. Назовите нам пятый студийный альбом группы «Стигмата». Основана на реальных событиях. А вы фанатка, поклонница? У меня дочь фанатка. Понятно. Вот как здорово. Она очень любит. Вот так вот родители для своих детей в прямой эфиры звонят. Спасибо большое вам за звонок. Ну, вот понимаете, да, культура. Люди бывали в музеях, еще в школе. Но это вот ваша теперь, наверное, задача привлечь побольше. Это отличный повод сходить в музей сейчас и посмотреть, как все изменилось. Что новенького музей приготовил для своего посетителя. Ну, кстати, о музеях. У нас есть один сюжет. Предлагаю первый наш сюжет в этой программе посмотреть. Он посвящен как раз-таки музею «Кружева». Что там интересного? И, собственно, наши корреспонденты узнали. Давайте посмотрим. Самарского дизайнера Маргариты Бортниковой ассоциируется в мире российской моды с изысканностью, воздушностью и изяществом. Ее кружево на показах эстет-фэшн-вик и в доме моды Вячеслава Зайцева всегда принимают очень тепло и восторженно. Я работаю по схемам музея Киото Японии. В Японии представлены старинные кружево. Применяя старинные схемы, мы уже в современной интерпретации их показываем. И каждая схема у нас получается авторская, потому что мы все добавляем. Я все добавляю в свои элементы. Самарцы же могут рассмотреть отельевые узоры не с подиума, а, что называется, на расстоянии вытянутой руки. В Самаре при мастерской открыта галерея, где представлены все изделия дизайнера. Есть в галерее и старинное кружево. Рушник 1910 года. Его подарила дизайнеру внучка-мастерица, которая делала этот рушник ко дню своей свадьбы. Она сама ткала лен. Вернее, сначала сажала лен, потом ткала этот лен, вот эта тряпочка, потом вышивала, потом прила нитку, чтобы эта нитка получилась. Изначально ткань имела желтоватый оттенок. Чтобы придать ей белизны, ее несколько месяцев держали на снегу. Плели кружево тогда из очень тонкой нити, буквально паутинки. Сейчас нить складывают в несколько слоев, но работа от этого менее сложной не становится. Чтобы связать такое платье, потребуется от трех до шести месяцев кропотливого труда. Когда работаешь крючком, это математический склад ума должен быть, потому что там постоянный счет и постоянное, чтобы правильно сложить все столбики. То есть это очень важно. Освоить плетение кружева можно на мастер-классах, которые проводятся в галерее для всех желающих. Дизайнер Маргарита Бортникова и рукодельница из ее мастерской охотно делятся с девушками своим умением. Ну что ж, что же ночь в музее нам готовит, будет сейчас как раз-таки для вас обращение наших сегодняшних гостей. Они вас пригласят, и я думаю, что уж какой-то выбор вы сделаете, обязательно сходите, развеетесь. Михаил, вам слово, пожалуйста. Рассказывайте, что где-то. Если вы хотите научиться находить в Самаре и в других городах Модерн, или просто провести с пользой и интересно отдохнуть, провести хороший вечер с семьей, с друзьями, приходите в музей Модерна, Красноярмейская, 15, особняк Курлиной, 16 мая в 7 часов. Мы вас ждем до 11 вечера, насыщенная программа. Илья, тебе слово. Друзья, приглашаю вас в музей имени Алабина, Ленинская, 142, 16 мая. С 20 до 23 часов на музейную акцию «Ночь в музее жизни. Один день жизни запасной столицы». Сможете окунуться в эпоху времен Великой Отечественной войны и попробовать почувствовать на себе все эти нелегкие испытания, которые чувствовали наши бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки. Спасибо большое вам, что пришли. Ну, а я, друзья, напоминаю, что у нас в ближайшее время тоже будет очень интересный рассказ. Накануне Международного дня музеев. Музеи перенеслись в кино. И если уж мы удивлялись тому, что у нас театры и театральные постановки можно посмотреть в кино, так теперь еще удивительное. Можно посетить музеи, удобно устроившись на кресле, рядышком со своими родными и близкими. Что приготовил вам, дорогие наши зрители, киноцентр «Вертикаль»? Об этом будем говорить уже во второй части нашей программы. Ну, а также разыграем для вас пригласительный билет на концерт экспериментальной группы, играющей в стиле трип-хопа. Это Теодор Бастард. И если есть желание, это 17 мая, ночной клуб «Звезда» посетить, развеяться, то во второй части программы будет у нас задан для вас вопрос. Но вы не переключайтесь, все самое интересное постараемся донести до вас в следующей части нашей программы. Песни о подвигах Ленина самарские коммунисты сами слагают, сами и поют. В день рождения Ильича они, как и положено, пришли в гости. В доме, принадлежавшем самарскому купцу Рытикову, семья Ульяновых снимала квартиру на втором этаже. С мая 1890 по август 1893 года. Здесь, во-первых, нет новоделов. Здесь подлинные предметы быта последней четверти XIX века. Здесь есть оригинальные вещи из семьи Ульяновых, чем мы, собственно, очень гордимся. Музей не фрагментарный, а полностью воссоздает быт самарцев последней четверти XIX века. Здесь показаны все виды комнат – спальни, гостиные, рабочий кабинет, кухня. Городская купеческая усадьба и жилой дом и надворные постройки сохранилась практически без потерь. Специалистам пришлось провести здесь противоаварийные ремонтно-восстановительные работы. То есть в 2014 году фактически все здание от крыши до подвала приведено в нормальное состояние функционирования. То есть у нас есть гарантийные обязательства у подрядчиков. То есть все, что если какие-то будут даже постепенно выходить вопросы, мы эти вопросы в рамках гарантийных обязательств можем решить. Но видя о том, как шла эта работа, я надеюсь, что никаких у нас претензий не должно возникнуть. Музей впервые открыл двери для посетителей после ремонта. В смелых планах еще и улицу, на которой стоит дом-музей, стилизовать под старину. КИНОЦЕНТР Ну что ж, продолжается наш эфир. Телефон 202-11-22. Если совсем скоро вы хотите принять участие в нашем розыгрыше, то будьте внимательны. Вопрос прозвучит. Но я же с большим удовольствием рассказываю о том, что фильмы-выставки бывают, театральные кино-сезоны тоже бывают. И все это проходит в одном из лучших кинотеатров нашего города, это киноцентр «Вертикаль». И с большим удовольствием представляю вам наших гостей. Итак, управляющий киноцентром «Вертикаль» Екатерина Шарганова. Здравствуйте. Здравствуйте. И Екатерина Первого, пиар-специалист киноцентра «Вертикаль». Добрый день. Ну вот у вас 17 мая, Международный день музеев, тоже задумывается. Я, собственно, на официальном сайте у вас очень красочном нашла такую интересную информацию, что придя в кинотеатр в этот день, вы можете побывать в музеях. Это как? Да, действительно, к празднованию Международного дня музеев мы тоже приготовили программу. Впервые в Самаре мы покажем фильмы-выставки из легендарных музеев мира. Это музей Амстердама, Парижа, музей России. Мы расскажем истории выдающихся художников, направлений художественных. Это будет четыре фильма-выставки, которые мы покажем в рамках этого дня. Показы пройдут в нашем кинотеатре 17 мая в воскресенье с двух часов дня до девяти вечера. Ну вот, открывая Эрмитаж, импрессионисты, работы Монессы Зана Дега, легендарные декупажи в залах ТТ Модерн, да, Матисс, Винсент Ван Гог, то есть это все вот люди, так сказать, неравнодушные к искусству, могут прийти, сесть, устроившись и поглядеть. Не только в музее Модерна можно найти, на самом деле Модерн, но и в киноцентре Вертикаль, да, на самом деле. Не только Модерн, который родоначальником Матисс является, да, потом импрессионисты. И отдельно фильм будет про Ван Гога, который у нас буквально только что, буквально вчера прошла премьера, полный зал собрали. Мы будем сейчас повторять уже в рамках Дня музеев, когда мы собрали вот самые-самые лучшие постановки, кинопостановки, фильмы о выставках. То есть они в различном формате будут. Некоторые фильмы будут именно как выставка онлайн практически, то есть вы будете присутствовать не только в залах, видеть эти шедевры музейные, да, но и пройти по всем кулуарам, в те места, где обычный простому смертному доступ запрещен. Какие-то архивы, хранилища, да. Да, 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 какие-то эксклюзивные будут истории рассказаны, какие-то неизвестные факты раскрыты, будет очень интересно. Не только о самих произведениях, но и, конечно же, о жизни, творчестве, вдохновении людей, которые это все создавали и которые создавали те же мчужины искусства. У нас есть некоторые фотографии, как раз-таки кино, музеи, которые, может быть, сейчас заинтересуют наших зрителей тем, что мы все не покажем, потому что это неинтересно, а вот именно, я так понимаю, это как раз-таки афиша вашего мероприятия. Все верно, да? Да. То есть, в принципе, друзья мои, видите, все, о чем мы говорили, все здесь можно посмотреть, открывая Эрмитаж. Там действительно будет такая вот виртуальная экскурсия? Да, это виртуальная экскурсия по музею Эрмитаж, которую представят сотрудники музея, даже директор музея Эрмитажа. 250-летие. Анри Матис, выставка. То есть, как долго они все вот по продолжительности? Фильм продолжился, как правило, полтора часа, плюс-минус, да? Во время фильма мы оказываемся не только в музее, да? Мы очень близко знакомимся с картинами художника, а также с их биографией, с их творчеством, да? Пытаемся понять, с чего же начиналось творчество художников, да? Вот импрессионисты сейчас. То есть, это полностью направление, да? Благодаря чему оно появилось в нашей культуре, с чего все зарождалось, все это можно будет постичь посредством просмотра достаточно короткометражного фильма. В очень удобной, комфортной обстановке, не покидая нашей страны. Ну вот, друзья мои, кстати, по поводу розыгрыша. Хочется спросить вас сейчас, мы пока разыграем билеты на концерт удивительной группы с удивительным названием, которое пройдет у нас 17 мая, собственно, в ночном клубе «Звезда». Это трип-хоп, экспериментальная музыка, Теодор Бастард. Откуда же этот коллектив приедет к нам? Назовите родной город, если знаете. Теодор Бастард, 202-11-22. Ну и я думаю, что разыграть пригласительный билет на фильм-выставку тоже можно. Что-нибудь мы сейчас для вас придумаем. Мы сейчас поговорим-поговорим, а потом для самых внимательных зададим вопросы, если кто-то захочет посетить фильм-выставку, почему нет. Это, мне кажется, очень удивительно и интересно. Вот выяснилось, что полные залы собирают. Да как вообще, вот вы, запуская такие творческие проекты, боялись или не боялись, что народ пойдет, не пойдет? Мы изначально эти проекты запускали по просьбе наших постоянных гостей. Просто запустили форму обратной связи с вопросом, что интересно нашей самарской публике, чего еще нету в нашем городе, и мы готовы были это привнести сюда. Так появился, собственно, проект «Театральный киносезон», который начинался с запроса от наших гостей. Появились спектакли, появились балеты, появились оперы из театров с мировым именем, появились здесь, в Самаре, в прямых трансляциях, показы, записи. И со временем мы сюда же привлекли еще фильмы-выставки, потому что репертуар позволяет их показывать, и, как показывает практика, что что, а фильмы-выставки собирают действительно полные залы. Потому что интересно оказаться в музее, не у всех есть возможность вырваться куда-то за границу, чтобы посетить тот же музей Амстердама, чтобы посмотреть на работы Ван Гога максимально близко. А на картинках неинтересно? На картинках, да, не то. А здесь, помимо того, что мы успеваем познакомиться с художником, с картинами, есть еще возможность познакомиться с создателями тех или иных выставок. Еще хотела бы заметить, что все эти фильмы идут субтитрами, то есть сохранен оригинальный язык, соответственно, если фильм-выставка английский, то английский идет субтитр достаточно крупно, то есть, в принципе, даже у кого зрение не в лучшей форме, все равно достаточно все видно и хорошо, удобно, комфортно смотреть. И многие люди, которые занимаются английским языком, специально ходят на эти концерты, чтобы еще попрактиковать английский. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Нина. Нина, очень приятно. Нина, давайте рассказывать, когда вы последний раз были в музее. Ну, в музее мы бываем, как правило, в Москве. То есть, здесь, в Самаре, в последний раз были в музее «Аладина». А в кино ходите? В кино ходим. Ну, это хорошо. А вот представьте себе, что в театр сходить в кино и в музей сходить в кино. Как вам такие новинки? Ну, вообще, очень интересно, я думаю. Обычайно, думаю, интересно. Вот здесь мы в России не были, но были в Испании. На горе Монсерад. Там есть совершенно замечательные музеи. И там вот как раз есть такие интересные выпуски, на которых как раз вот как будто в кино ходишь, смотришь. Здорово. Спасибо большое. Но вы наверняка позвонили ответить на вопрос. Ну, поскольку, поскольку. Давайте рассказывайте, что же за родной город Теодор Бастард, группа, которая к нам приезжает. Я боюсь ошибаться, ошибиться, но, наверное, возможно, это Санкт-Петербург. Конечно, это Санкт-Петербург, это наша российская группа. Отправляйтесь на концерт 17 мая. Спасибо большое вам за звонок. Ну, а у нас на кону еще совсем скоро билетики в кино, так что дерзайте, друзья. Хочется, наверное, перейти вот от музеев, раз мы сегодня об этом тоже говорим, к кино, вашему вот этому театральному сезону. А откуда такая тема вообще пошла? Кто этим заняться решил вообще? И, может быть, идея какая-то возникла? Как решили на Самарскую землю это перенести, Катя? На самом деле мы начали думать о том, чем мы можем отличаться от других кинотеатров, да, потому что киноцентр «Вертикаль» такой, ну, камерный, наверное, более там у нас всего пять залов, и они не такие большие, очень уютные, за что нас, собственно, и любят. И мы думали, чем же мы можем отличаться от всех остальных кинотеатров, которые также показывают, как и мы, блокбастеры, там, у всех примерно все одинаково. Чтобы такое, да, интересное придумать. Начали смотреть, что же другие кинотеатры делают, и вот нашли этот проект, и прям вот так сложилось, что одновременно к нам обратились с запросами, покажите нам, пожалуйста, возьмите. И в группе ВКонтакте просто все очень оперативно сложилось, и начали очень успешно этот проект. с постановки Франкенштейна с Камбербэтчем или Миллером. Я видела эти комментарии. Спасибо, люди пишут, спасибо большое. Да, до сих пор, мы сейчас столько что обсуждали, я говорю, Катя, когда мы еще сможем показать, когда нам дадут права на этот проект, потому что с удовольствием повторили уже второй и третий раз, потому что и сама с удовольствием второй раз посмотрю. Действительно шедеврально. Нам, кстати, прокатчик обещает в следующем театральном сезоне еще проект также с главной роли с Камбербэтчем, Гамлет, будет постановка. Вот мы прямо тоже очень-очень ждем. Много всяких новинок интересных будет. Ну, я думаю, что для тех, кто еще не сходил, не успел, не посмотрел, друзья, театральный киносезон. Вообще, это действительно трансляции и программы фестиваля театрального, в том числе, включая в себя спектакли, оперы, балеты, документальные фильмы. И поверьте, если действительно у вас нет возможности выехать куда-то в США, в Англию, в Канаду, где действительно очень хорошая школа театральная, но и в том числе наши артисты, да, вот как, допустим, с участием Анны Нетребко, постановки там и либретты бывают и Григоровича, знакомые фамилии. Я думаю, что для тех, кто ценит, любит и нет возможности куда-то выехать, сходить, то можно приобщиться к прекрасному, не уходя из зала в киноцентре «Вертикаль». Ну, вот что люди-то говорят вообще? Им нравится? На самом деле, очень-очень хорошие отзывы. И, естественно, отличается от домашнего просмотра, потому что, во-первых, сам поход в кино, да, это, ну, какое-то мероприятие уже, да. Выход в люди. Выход в люди, себя показать. Причем сразу видно тех людей, которые пришли в кино, там вот прям, ну, именно не в кино, а именно в театр пришли, да, то есть они одеваются уже именно по-театральному. Говорят, у нас кассиры говорят, ой, я сразу вижу, куда этот человек пришел, на какой сеанс. Вот. Потом, естественно, большой экран, лучший звук, да, удобные кресла, они дают эффект полного присутствия, как бы ты реально находишься в театре. А вот этот вот тот самый эффект присутствия, я так поняла, это тоже ведь, да, есть во многих постановках, как будто ты видишь людей, да, сидящих. Да, там начинается, начинается с того, как, предположим, опера, да, то есть показывается... Зал. Зал, да, то есть можно похлопать, когда сидишь, и начинают аплодировать, и самому хочется тоже поаплодировать, присоединиться к тем овациям, которые устраивает зал артистам. Ну вот, ну, сама была неоднократно, на самом деле, впечатление вообще супер просто. Ну, многие, например, все-таки постановки, они достаточно продолжительные, там по три, бывает и по четыре часа оперы и так далее. А там Иоланту, да, у вас, по-моему, показывали, если я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь, да. Перерыв на буфет. Конечно. В длинных спектаклях, в длинных операх, как правило, мы всегда делаем антракты, иногда их бывает даже два. Как правило, это антракты 10-15 минут, они изначально заложены в структуру, да, мероприятия, естественно, как и в правильном театральном событии, все это есть. Да, действительно. А буфет? Буфет. Обязательно. Ну, как есть свой. Да, он не такой, как театральный, но... Ну, хотя у нас есть партнеры, ресторан «Дивильник», где тоже можно любые напитки, да. Все это есть, конечно. Ну, так, друзья мои, есть у нас небольшие фотографии, фрагменты афиш, фрагменты кадров из спектаклей. Рассказывайте, что мы видим здесь. Вид с моста спектакль мы показали уже в апреле. Очень замечательный спектакль, с которого люди выходили практически со слезами на глазах. Серьезно? Да, он очень такая драма специфическая. Далее это «Сон в летнюю ночь», «Шекспир». Не требует представления. На большом экране, да, с разными ракурсами. Балеты Большого театра, то есть также показываем в трансляции. А вот вы говорили еще прямые трансляции, если это что-то. Да, есть прямые трансляции, это то, что проходит синхронно онлайно с российскими или зарубежными театрами. То есть то, что сейчас показывается где-то в мире, да, или в России, мы синхронно показываем здесь у нас в Самаре. Но чаще мы показываем все-таки спектакли в записи, чтобы людям было комфортно по времени, да, по разнице вот, времени смотреть. Поэтому в нашем кинотеатре спектакли мы показываем каждый вторник в 19.00, обязательно каждый вторник проходит какая-то трансляция, спектакль, опера или балет, или фильм, выставка. Поэтому мы всех приглашаем, ждем. Друзья, еще не забывайте о том, что если фильм идет на иностранном языке, точнее не фильм, а спектакль, опера, я так понимаю, что расшифровка с субтитрами русскими есть, и если вы боитесь, что что-то не поймете или что-то не разберете, потренивайте свой английский, итальянский, испанский, французский, милости просим. Ну а мы сейчас разыграем пригласительный билет на фильм-выставку. Мы говорим про театральный сезон, и уже здесь наши гости помянули, что их театральный сезон начался с одного очень интересного спектакля с участием актера Бенедикта Кембербетча. Как назывался этот спектакль, мы уже помянули. Звоните, 202-11-22, билет на фильм-выставку, на любую, на ваш выбор, я думаю, что можно будет сейчас разыграть. Но вообще вот люди ходят в кино, да, как бы, я не знаю, они будут ходить в кино, и люди сейчас скачают фильмы, смотрят фильмы. Вы вот какое-то такое замечаете снижение потока, например, в кино? Те, кто ходят в кино, они и будут ходить в кино. Они будут ходить. Конечно, одно другому совершенно не мешает, с одной стороны, да, но поход в кино, это же не только сам фильм посмотреть, как я уже говорила, это какие-то элементы праздника, да, выхода. Ходят с друзьями, сходят на свидания. Очень, кстати, фишка последнего времени делать предложения в кино. То есть специально молодой человек, как правило, записывает предложения своей девушки на видео, и они приходят в кино, и мы потом, либо после фильма, или перед фильмом, организовываем целое представление. То есть кино – это тоже своя жизнь. Конечно, конечно. Своя особенная. Много всего интересного. Друзья, есть возможность выиграть билеты, назовите спектакль, о котором мы говорили, с которым начался театральный киносезон у нас в Самаре. Этот спектакль, ну, может, подсказку какую-нибудь дадим? О неизведанном, о, ну, не монстрах, но, тем не менее, творениях рук человеческих, о удивительной судьбе, трагедии. Что еще мы добавим? Интересно. Собранный по частям. Собранный по частям. Вот, это, видимо, личное... А его создатели и создание. Что-то спектакль Бенедикт Кэмбербич, и, собственно, я думаю, что вы наверняка уже даже знали, слышали, но если вы не успеете, то звонок будем принимать за эфиром, и я думаю, что кто-то все-таки додумается, вспомнит, позвонит нам. Еще раз хочется напомнить информацию о том, что накануне Международного дня музеев киноцентр «Вертикаль» приглашает всех окунуться в «Прекрасное». 17 мая, в течение всего дня, на ваш выбор, посмотрите на сайте, будут показаны фильмы, выставки, посещайте виртуально музеи, ну и кинотеатральные сезоны у нас тоже продолжаются каждый вторник в 19.00. Так что, если вы хотите приобщиться к «Прекрасному», пора начинать уже со следующей недели. Вам большое спасибо, что пришли, ну а вот, друзья, ваши звонки мы ждем. До встречи, всего хорошего.